добрый день дорогие друзья рад приветствовать вас на нашем канале сегодня мы проведем встречу с компанией petro инжиниринг которая специализируется на оказании инженерных сервисных услуг в области техники технологии бурения нефтяных и газовых скважин наш сегодняшний вебинар заявлен в экспресс формате и поэтому мы сосредоточимся на обзоре результатов деятельности компании по итогам 22 года и первого полугодия этого года инновационная сервисная компания petro инжиниринг осуществляет поставку оборудование комплектующих для предприятий нефтегазовой отрасли в том числе на условиях пуска наладки и его гарантийного обслуживания а также закупает часть химии реагентов для исполнения контрактов в сегменте буровых растворов группу на данный момент объединяет единая структура конечных бенефицаров и перекрестный характер обеспечений по банковским кредитам группа не составляет консолидирована мсфо отчетность но есть индивидуальная отчетность мсфо именно по о и ск петро инжиниринг компания имеет филиалов к голымя в югре усинске республика коми и перми обособленные подразделения в регионах урала по волжье западной и восточной сибири а также собственную научно-исследовательскую лабораторию и производственную площадку в самаре в июне 21 года рейтинговое агентство экспертра повысило рейтинг кредитоспособности компании петро инжиниринг до уровня ру а минус со стабильным прогнозом затем в июне уже этого года рейтинг был повышен до уровня ру а прогноз по рейтингу стабильный мы уже проводили вебинар с имитентом около двух лет назад в преддверии дебют дебютного выпуска облигаций запись этого вебинара вы можете найти на нашем youtube канале и сегодня у нас гостях виктор гостюнин финансовый директор по и ск петро инжиниринг уважаемые зрители просьба задавать вопросы в чате самые интересные мы обязательно озвучим сразу после презентации виктор вам слово добрый день коллеги спасибо за возможность выступить на площадке сибон сразу скажу что по окончанию вебинара мы разместим на сайте компании обновленную презентацию с результатами деятельность компании по итогам полугодия 23 года и с прогнозом до конца года и так с момента размещения облигационного займа московской бирже прошло ровно два года два непростых года с учетом ковидной истории прошлых лет волатильности и неопределенности царившими на рынке нефти и газа в первом и втором кварталах 22 года после начала своего компания смогла не только сохранить свои позиции но и укрепить их общество по-прежнему представлено в пяти сегментах нефтесервисного рынка но смогло увеличить доли рынка до 7-15 процентов в зависимости от направлений деятельности объем работ распределен между тремя основными нефтяными компаниями страны это Лукойл, Роснефть, Газпромнефть причем распределен достаточно равномерно примерно по 30 процентов приходится на каждого недропользователя подписанный контрактный портфель обеспечивает стабильную загрузку общества на ближайшие три года при этом на портфеле уже присутствуют контракты с периодом оказания услуг до 2028 года заказчики очень заинтересованы фиксирование своих костов поэтому все больше договоров заключается на срок от трех лет и выше как вы правильно сказали в 2023 году рейтинговое агентство эксперта пересмотрела кредитный рейтинг компании и увеличила его до уровня ру а напомню что предыдущий уровень рейтинга компании был ру а минус структуру владения компания не претерпела никаких изменений за эти годы компания продолжает оставаться российским резидентом с простой и понятной цепочкой конечных бенефицаров представленных господином гаджиевым с али геланевичем и госпожой разумной екатериной александровной география работ компании немного расширилась помимо традиционных для общества регионов присутствие такие как западная сибирь республика коми урал и положье общество начал активно осваивать восточную сибирь зарубежный опыт пополнился работами в амане где обществом успешно предоставленные услуги с использованием долот собственного производства надеемся что вот полученный опыт полученный опыт результат позволит масштабировать как продажу долот так и услуг по долотному сервису и смежным сервисам 2022 год несмотря на все превратности этот год стал прорывным годом для компании общество выросло как по объему предоставляемых услуг как и по выручкой по выручке при этом рост составил практически 100 процентов выручка достигла 17 миллиардов рублей в 21 году мы прогнозировали что достигнем такого уровня выручки не ранее чем через два-три года основным драйвером роста как это не банально прозвучит стали иностранные компании исторически основной долей нефтесервисного рынка в россии до 22 года занимали иностранные компании такие как шинберже бейкер-хьюз халибуртон в первом и втором кварталах 22 года данные компании практически приостановили свое участие в тендерах проводимых недропользователями что освободило огромную долю рынка и позволило занять ее российским компаниям просто искать инженеринг могут быть и больше но сыграл свою роль ограниченность ресурсов финансах дефицит оборудования и квалифицированного персонала большим достижением компании на мой взгляд является удержание в двадцатом году рентабельности по чистой прибыли на уровне 11 процентов и беды на уровне 17 процентов при том хаосе который царил на рынке сырья и цены по некоторым категориям материалов выросли в два в три раза ужесточились условия оплат в пользу поставщиков наметился острый дефицит ряда материалов и зипа компания не только не потерял в качестве предоставляемых услуг но и смогла оптимизировать свои издержки и повысить доходность в том числе это произошло за счет активного развития внешнеэкономической деятельности на сегодняшний день компании заключены договоры на поставку химриагентов оборудования с китайскими индийскими производителями с поставщиками из узбекистана и казахстана развитие вэд дало существенную экономию на стоимости материалов в двадцать втором году компания получила поддержку и от недоропользователей которое выразилось сокращение сроков оплат по выполненным работам а также в индексации расценок по ряду проектов не скажу что практика индексации была повсеместной но тем не менее даже точная индексация позитивно сказалось на финансовой устойчивости и стабильности компании в прошлом году общество вошло в перечень системообразующих предприятий отрасли по линии минэнерго в перечень вошло чуть менее 200 компаний страны что позволило принять участие в программе поддержки путем получения кредита по субсидированные процентной ставкой стратегия компания предусматривала рост объемов работ на групп компании лукойл газпром рос нефть до 80 процентов 2025 году но уже 22 году выручка по группе составил 90 процентов при этом каждый из компаний в портфеле занимает 30 процентов плюс-минус что создает определенную степень стабильности защищенности от рисков и придают гибкости вариативность компании основными генераторами выручки и прибыли в компании исторически выступали сервис буровых растворов и сервис по цементированию креплению скважин по службе цементирования ввиду большей прогнозируемости цен на цемент и оборудование удается сохранить финансовые показатели на уровне прошлых лет по сервису буровых растворов показатель рентабельности существенно снизился сравнение с прошлыми периодами по причине рост издержек в первую очередь химриагентов доля которых в себестоимости услуг составляет 50 или 60 процентов химриагенты росли в прошлом году продолжается рост и по настоящее время долотный сервис сервис предоставления винтовых забойных двигателей остаются значениях прошлых лет по сервису телеметрии за счет увеличения доли работ в сложном бурении растет как выручка так и и доходность стратегии компания не претерпела никаких изменений главное компании в целом ей следует органически растет активно замещать иностранные компании и прорабатывать варианты работы за рубежом например настоящее время заканчиваем процесс получения аккредитации в одной из стран ближнего востока относительно ближайшего будущего отрасли отрасли и компании снижение объемов добычи нефтегаза объемы бурения действительно происходят но данные темпы снижения не критичны для отрасли они составляют не более 5-7 процентов год с учетом уменьшения доли присутствия иностранных компаний на российском рынке сервисные компании не только не ощутили на себя данного снижения но и большинстве случаев увеличили свою выручку при этом основным драйвером роста в текущем году станет рост цен на услуги средний темп прироста всех сегментов нефтесервиса за счет роста расценок составит среднем 10 процентов ожидания на ближайший год-два по итогам года ожидаем выручку на уровне 20 21 миллиарда рублей рост прошлому году составит порядка 18 процентов с учетом подписанных договоров переходящих объемов новых тендеров полагаем что выручкой двадцать четвертом году будет также без диапазоне 22 25 миллиардов рублей при росте выручки показатели чистой прибыли и беда просят концу года ожидаем чистую прибыль на уровне 4 5 процентов и беда на уровне 9-10 процентов в двадцать четвертом году при сохранении текущих условий предполагаем что рентабельность по чистой прибыли и беде также составит 5-10 процентов на сегодняшний день внутренние резервы по оптимизации сдержек практически исчерпаны поиск альтернативных поставщиков материалов оборудования развитие в это использование льготного кредита по 895 постановлению стимулирования параллельного импорта уменьшает просто издержек но не более того кроме роста цен на материалы оборудования в отрасли остро чувствуется нехватка квалифицированного персонала что вынуждает общество проводить индексацию заработной платы комплексных решений помощи в настоящий момент нет ни со стороны государственных органов ни со стороны заказчиков единственным решением по увеличению маржинальности остается рост вымести собственных услуг в этом с нами солидарны наши конкуренты рынок на тендерных площадках при подаче коммерческих приложений наблюдается существенный рост оценок в сравнении с прошлыми периодами с прошлыми годами аналитики говорят то же самое что главным драйвером роста нефтесервиса в ближайшие несколько лет будет рост цен с учетом действующего портфеля работ новые объемы работ с увеличенными расценками скажутся на рентабельности деятельности компании не сразу постепенно постепенный рост ожидаем наверное с 2025 года сколько времени понадобится чтобы достичь уровня рентабельности 21-22 годов сказать сложно пока мы отталкиваемся от текущей действительности при наличии господдержки системы образующих предприятий куда мы вошли при стимулировании со стороны заказчиков например отказ от шоков штрафов уменьшение сроков оплаты авансирование смягчение требований по аварийному запасу химии на кустах прочих мерах можно можно существенно улучшить финансовые показатели для этого нужно только желание и более обеих сторон в целом же мы позитивно смотрим будущее считая что все трудности носят временный характер и вполне преодолимы целом наверное это все что я хотел сказать и рассказать спасибо за внимание готов ответить на ваши вопросы спасибо большое виктор уважаемые зрители просьба активнее задавать вопросы в чате пока перейду к своим вопросам предлагаю немножко все же поговорить про рынок на виктор вы вкратце обмолвились про конкурентов кого вы считаете своими основными конкурентами презентации материала вы указываете что в каждом сегменте которым вы работаете по доле доля приходящийся на вас находится там от 7 до 15 процентов ну соответственно вопрос насколько эта доля велика по сравнению с другими игроками еще также заметил что в предыдущем онлайн семинаре вы говорили от 3 до 7 процентов да что доля составляет в каждом из сегментов планируете ли вы в дальнейшем наращивать долю по всем или отдельным направлением если в планах освоения других сегментов нефтегазового уровня да мы планируем и далее расти увеличивать долю в первую очередь наверное за счет замещения иностранных компаний что касается конкурентной среды если мы говорим о сервисах таких сервисах как служба буровых растворов как службы цементирования здесь конкуренция она и так сильна то есть объективно на рынке сейчас действует не более 10 российских конкурентов не считаем не считая иностранной компании по службе нам б конкуренция она выше на сегодняшний день порядка 90 компаний активно работают в стране также последнее время мы ощущаем конкуренцию со стороны и иностранных компаний которые пытаются вернуть утраченную долю вопрос и политические насколько это удастся но то что мы видим по нашим действиям по тем контрактам и тендерам где мы участвуем по контрактам которые заключаем наша доля будет только расти и выручку как я вам говорил вот если мы по этому году ожидаем ее на уровне 20 миллиардов то одна четвертый год она просматривается на уровне 23-25 миллиарда да также у меня вопрос был по клиентскому портфелю вы сказали что основными клиентами являются роснефт лукойла газпром с примерно равными долями но в целом какая часть заказов приходится на этих трех крупнейших клиентов с какими-то компаниями вы еще работаете расскажите немножко подробнее выручки мы генерируем за счет группы компании лукойл газпром роснефть это замечательный показатель который мы долго стремились оставшиеся 10 процентов представленными прочими недорогнозователями буровыми компаниями менее крупными но они также нам интересны с точки зрения географии работ маржинальности но все равно основной основной драйвер роста мы видим за счет увеличения объема работы на трех китов планируете ли вы расширять свой бизнес с точки зрения географической экспансии какие новые регионы вам могут быть интересны рассказали про зарубежные страны да расскажите также про российскую федерацию вообще немножко об этом подробнее в россии мы уже представлено во всех регионах где в настоящее время добывается нефть единственное последний год-два увеличивается наше присутствие в восточной сибири восточной сибири сейчас активно разборивается если можно так сказать и мы теряем стараемся идти в много со временем и активно заходим в этот регион чем всеми сервисами что касается планов о внедрении развития новых сегментов деятельности ну скажем так пока в проработке готовых решений нет да мы присматриваемся к новым видом хай-теку новым направлениям деятельности но с учетом ограниченности ресурсов ограничение по ввозу оборудования в российскую федерацию скажем так наши планы пока остаются в стадии проработки до реализации дело не дошло да вот вижу вопрос учать и хотел сначала задать на эту же тему вопрос от себя для российской экономики последние годы одна из основных проблем это кадровый голод как обстоят дела с кадрами вашем периметре деятельности не пришлось ли поднимать зарплаты вообще по экономическим показателям компании в борьбе за человеческие ресурсы действительно дефицит кадров присутствует целом в отрасли к сожалению последние два года остального период пандемии наметился массовый уход людей в целом из отрасли на нехватку кадров жалуются не только сервисные компании но и недропользователи наши непосредственно заказчики люди массово уходят из профессии уходят в торговые сети прочие направления никому не хочется ездить на севера работать вахтовым методом и получать в принципе тот же уровень зарплаты которые они могут получать у себя дома не выезжая никуда за границы проживания на сегодняшний день численность компании составляет 1630 человек при этом есть нехватка нехватка людей вы видите что мы приросли в два раза это же просто не только по выручке но и физическом выражении соответственно активно ищем людей она чтобы заинтересовать сотрудников в работе нашей компании вынуждены проводить индексацию может дважды провели индексацию за эти два года скажем так а настоящее время уровень зарплат нашей компании он в рынке но из-за общей общего дефицита людей в профессии проблему пока решить не удается дарико ну вот и вопрос из чата какова доля зарплаты в себестоимости тут надо смотреть по сервисам но если мы говорим в целом по компании доля зарплаты составляет процентов 25 спасибо да еще задам несколько вопросов от себя сейчас актуальный тренд это цифровизация во всех отраслях из профильных изданий пишут что для вашей отрасли путь цифровизации довольно дорогостоящий выбор решений при этом не не очень велик так ли это и насколько успешно вы занимаетесь цифровизацией своего бизнеса хорошего конца спасибо занимаемся занимаемся цифровизацией до последних два года мы активно внедряем программу которая позволяет текущие проблемы вопросы которые стояли перед службой бухгалтерии перед экономистами финансистами мы уже решили оцифровали автоматизировали все процессы сейчас мы понимаем что необходимо помочь нашим производственникам в режиме онлайн видеть то что у них происходит на кустах чтобы оптимально списывать затраты своевременно своевременно выставлялась выручка и прочее прочее поэтому мы идем по пути автоматизации производственных процессов в разрезе каждого сервиса в основном обходимся собственным софтом своими разработками ну и если мы говорим все таки о внешнем рынке то что мы можем предложить заказчикам то в нашей компании уже несколько лет назад был реализован центр проектирования и планирования скважин находится в городе самара где мы занимаемся предоставлением услуг для наших заказчиков по сопровождению бурения то есть планирует кривление как правильный центр планирование планирование строительства скважин то есть это этот продукт также модернизируем и продаем рынку да спасибо предлагаю перейти к финансовым вопросам судя по вашей отчетности текущий год 23 не стал для вас простым выручка увеличилась 7 миллиардов в первом полугодии 22 года до 10 миллиардов в этом году однако валовая прибыль снизилась 1 миллиарда до примерно 16 миллиардов рублей чистая прибыль тоже снизилась 775 миллионов рублей до 385 каких показателей ожидаете по итогам всего 23 года тоже в крае вы вкратце обмолвились об этом и и как итоги этого года будут выглядеть на фоне итогов прошлого да я презентацию озвучил что несмотря на ручки показатели по числе прибыли и беде будут существенно ниже 4 процента мы ожидаем ориентабельность по числе прибыли против 11 по прошлому году причина тут объективная под рост и сдержек который был в двадцать втором году продолжается двадцать третьем году мы его не можем перебить ценой к сожалению роста цен на услуги нефтесервиса растут медленнее чем затраты на покупку материалов оборудование зипа плюс в этом году сейчас вы наблюдаете на рынке колоссальный рост дизельного топлива базового масла который мы используем для приготовления бурового раствора и понимаем что это тенденция по росту издержек она будет только набирать обороты и соответственно к сожалению чудес не бывает все внутренние резервы мы уже использовали поэтому предполагать что рентабельность по итогам года будет больше чем 4 5 процентов но это опрометчиво так как все-таки нефтесервис и вообще нефтяная возраст она очень инертна с учетом переходящих объемов заключенных контрактов эта тенденция сохранится на ближайший год-два ну и как я указал что единственным решением данной ситуации мы видим именно пересмотре увеличение стоимости наших услуг заказчики это понимает это видит несмотря на возможно какое-то какие-то возражения с их стороны на рынок подаются предложения с повышенной ценой и понемногу мы увеличим долю работ где рентабельность становится выше что позволит в дальнейшем не верить убытки от роста издержек и выйти на более-менее приличный уровень рентабельности но как я говорю вернуться к уровню 22 года мы сможем наверное не скоро понял вижу в чате вопрос по поводу кредитного портфеля по каким ставкам вы получали получаете сейчас кредиты до и после повышения ставки цб какова доля кредитов сплавающий ставка ваш по силу можете рассказать подробнее про кредитный портфель да компания вынуждена активно кредитоваться кредитный портфель в целом вырос как раз по причине роста объемов работ что потребовало закупа материалов оборудования соотношение долг и беды у нас по итогам полугодия превысило пограничное значение составил коэффициент четыре с половиной концу года мы все-таки ожидаем снижение его до уровня двух так как основные оплаты будут происходить в конце года что позволит нам освободить часть кэша и направить его на погашение кредитов что касается структуры кредитов в самом это кредиты банков 81 процент портфеля представлен кредитами кредитуемся в крупнейших банках страны сбербанк втб рмкб альфа банк сейчас пробуем ищем задачи у финансистов так как нагрузка по обслуживанию портфеля возросла ищем варианты удешевления изначально мы пошли по пути привлечения кредитов по плавающей ставке но и средние ставки у нас на сегодняшний день это ключ плюс два два с процента ну соответственно с учетом роста мы сейчас кредитуемся под четырнадцать с половиной пятнадцать процентов к сожалению нагрузка высокая вариантов по снижению пока мы не видим да есть небольшой инструмент по 895 постановлению по которому мы финансируем наши зарубежные поставки на сегодняшний день там ставка где-то около шести с половиной шесть шесть и шесть процентов пока более дешевых источников ликвидности мы не не смогли найти да еще несколько вопросов поступило по поводу ваших клиентов заказчиков кто из них демонстрирует наилучшую на и худшую платежную дисциплину исторически самую лучшую платежную дисциплину всегда демонстрировала группа компании лукой наверно мы это объяснять тем что это более коммерческая структура и возникает сложности и потребности своих субподрядчиков у них самые лояльные сроки оплат самые небольшие да по срокам мы говорим в нашей отрасли не принято авансировать к сожалению подрядчиков все заказчики платят постфактум но сроки оплат разнятся для лукой это последнее время это оплаты срок до 60 дней все остальные заказчики платят в среднем 60 90 дней но бывают и задержки лидером лидером компании на которой хочется равняться эта компания лукой лукой вопрос по основным средствам чате какие виды оборудования вы приобретаете на баланс а какими каким оборудованием пользуюсь здесь в лизинге какова доля этих видов и насколько вы зависите от соответственно лизинговых компаний лизинг мы используем активно на сегодняшний день лизинговый портфель составляет порядка 330 миллионов рублей в лизинг в основном приобретаем спецтехнику для службы цементирования скважин грубо говоря это камазы оборудование на базе камаз проще всего и охотнее всего компания лизинговые компании берут это в лизинг поэтому мы идем по этому пути тем более что коммерческие условия лизинговые компании они сопоставимы с кредитными ставками плюс в этом году сроки кредитования по лизингу были увеличены до 7 лет то есть мы спокойно берем оборудование уже сроком не на 5 лет как ранее а на 7 лет что тоже с учетом нашей маржинальности окупаемости очень нам выгодно и интересно не в лизинг мы берем оборудование внутри скважины то что лизинговые компании отказываются финансировать в основном это речь идет о телесистемах телеметрическом оборудовании ну и наверное на настоящий момент все то есть спецтехнику мы берем лизинг оборудование для службы телеметрии для службы ННБ наклонного правильного бурения мы берем либо за счет собственных средств либо за счет кредитных средств есть у нас несколько линий открытых в сбербанке и втб долгосрочных пределениях за счет этих источников мы финансируем приобретениях да еще вопрос из чата вашими заказчиками заказчиками являются крупнейшие нефтегазовые компании в россии но и логично предположить что они должны стремиться создавать собственные сервисы да чтобы не зависеть от подрядчиков если такая тенденция среди нефтедобытчиков создавать свои домашние логичные сервисы да тенденция то есть она существует не первый год компания госпром роснефть все создают с разной степени успешности внутренние подразделения буровых компаний нефтесервисной компании существует закрытый рынок тендеров где мы не участвуем эти объемы отдаются собственным компаниям но тем не менее открытый рынок нефтесервисом достаточно большой с учетом того что я озвучил то что уходит на стороны компании ну точнее не то что уходит а их доля снизилась пока мы видим что объемов работ для нас независимой компании он достаточно большой но тенденция это продолжается слияние с луковой компанией крупные ушла букву эту тенденцию начали эту тенденцию начали немного раньше раньше виктора какое влияние на ваш бизнес оказывают курса валют актуальная тоже тема насколько вы зависимы от иностранных поставщиков комплектующих тоже вкратце об этом обновились насколько болезненно стал уход западных поставщиков из россии если проблемы с дефицитом сырья компонентов оборудования у нас два направления существует компания зависимости от иностранных поставщиков они не глобальные но тем не менее по службе буровых раствор мы используем иностранную химию но так как это иностранная химия в основном родом с китая из индии то после начала сфо так мы заключили ряд прямых договоров с китайскими и индийскими производителями работаем в юанях работаем дирхамах часть у нас объемов мы берем с эмиратов работаем с индии в группе конечно из-за роста валют нечем определенные издержки но скажем так это данность которые которые мы принимаем более существенные проблемы мы испытываем по службе наклона правильного бурения по направлению хай-тек все эти системы ранее используемые в российской федерации для бурения сложных скважин наклонно-направленных скважин сверхлубоких скважин это оборудование американского и европейского производства сейчас практически отсутствуют варианты завоза этого оборудования в российскую федерацию за этот год мы качестве альтернативы проработали варианты поставок китайских аналогов причем коллеги из китая достаточно сильно потянули уровень качество этого оборудования оно сопоставимо по крайней мере на словах оно сопоставимо с качеством оборудования из америки и европы планируем на упр взять несколько единиц данного оборудования завести его в россию провести упр и уже по результатам упр принять решение о покупке то есть как бы зависимость от доллара и евро у нас на сегодня нулевая но будем увеличивать бет будем увеличить расчеты национальных валютах в первую очередь с китаем вот вижу в чате вопрос по поводу ваших планов на рынке облигаций расскажите вообще подробнее о вашей долговой политике какова на данный момент структура портфеля в целом долгового планируете либо уменьшать увеличивать сегментов отдавать предпочтение облигационным займам и банковским кредитам ну и какой-то прогноз по чистому долгу соотношению с битой если мы говорим о нашем долге то на сегодняшний момент 80 процентов долга представлена кредитами банков краткосрочные кредитные линии 11 процентов составляет облигационный займ и 8 процентов лизинг к концу года как я говорил мы планируем уменьшить наш чистый долг до трех с половиной миллиардов рублей а и соответственно снизить коэффициент долг и беда до двух как будто то пороговое хорошее значение которое позволит нам сохранить и рейтинг и инвестиционную привлекательность для финансирования наших инвестиционных расходов мы прорабатывали с банками возможность выпуска второго транша облигационного займа но к сожалению те ставки которые предлагает нам рынок они для нас пока не неприемлемы достаточно высоки и мы пошли по пути открытия кредитных линий нкл банки и увеличение сроков договоров по лизингу то что я озвучил вам что лизинговые компании согласовали нам лимиты семилетные лимиты по достаточно привлекательным ставкам поэтому работаем на утешение мы работаем над оптимизации но сожалению зависимость от кредитов она останется до рассматриваете ли вы для себя факторинг как инструмент снижения долговой нагрузки по прямым оборотным кредитом как к этому относятся ваши заказчика лимиты открыты по факторингу практически все баллы чем размер лимитов он покрывает нашу потребность исчисляется несколькими миллиардами рублей не очень активно мы используем данный инструмент в силу того что норма рентабельности по текущим договорам заказчиками она не позволяет его оттяжелять еще процентами по факторингу поэтому этот инструмент мы используем крайне редко но используем заказчики довольно охотно подписывают уведомления этой структуры рост нефти лукойл гастром причем со всеми тремя мы опробировали этот продукт при желании нашем желании инструмент применяется достаточно легко виктор для вашей отрасли очень важным доказателем является износ основных средств как по его оцениваете на сегодняшний день наиболее капиталоемкими сервисами в нашей компании является служба цементирования который представлена спецтехникой а километрия винтовый забойный двигатель и долотный сервис не наверное того забыли винтовые забойные двигатели если вы посмотрите размер капитальных затрат которые мы каждый год направляем на обновление то в год мы тратим от 500 до миллиарда рублей на обновление наших фондов в целом мы можем смело говорить о том что износ фондов он он минимальный потому что большая часть средства мы как-то так своевременно обновляем модернизируем ремонтируем ну и традиционный вопрос от сибонс планируете ли вы айпио изменились ли ваши планы за два года когда был последний вебинар хороший вопрос финансист это моя голубая мечта которой я стремлюсь но объективно мы оцениваем вероятность выхода на теку как минимальный то есть мы не видим того профицита бонуса который мы можем получить выйдя на и пио данный вопрос отложен на неопределенное время да виктор спасибо большое мы озвучили все вопросы из чата спасибо вам за презентацию за ответы на вопросы хотел пожелать вам успехов на пору на работе по работе на рынке капитала и вашей основной деятельности если у вас есть комментарии будем рады вас спасибо спасибо большое еще раз спасибо за предоставленную возможность выступить надеюсь я успокоил наших инвесторов еще раз подчеркнул что несмотря на все сложности мы оцениваем наше положение как на рынке как стабильные есть пути есть куда развиваться много планов по развитию это и офшор это и зарубежные проекты поэтому уверен что и в отрасли и в целом в целом и компания все будет хорошо спасибо звучит очень позитивно спасибо